Привет, друзья! После того, как мы высадили томаты в теплицу, что надо делать дальше? Вот буквально через 5-7 дней у нас начинается уже такой основной уход. В первую очередь надо обязательно подвязать растения. Особенно это касается высокорослых и среднерослых томатов. Потому что, смотрите, они уже начинают активно расти. Будут чем выше, тем, соответственно, у них и ствол будет выше. Но он может просто-напросто упасть. Мало ли, вот нас нет рядом, а мы не успели вовремя ему помочь. Поэтому мы их предварительно подвязываем. И они благополучно растут, то есть у них уже есть точка опоры. Далее, когда я высаживала томаты, получилось так, что некоторые я немножечко заглубляла. И у них оказались листья на поверхности земли. А вот прямой контакт с почвой – это прямая угроза появления заболевания. Поэтому надо обязательно эти листья нижние убирать. Можно частично, допустим, веточку сократить, можно полностью обрезать листочек. Единственное, конечно, вот это надо делать, опять же, не в один день с высадкой осады, а именно через несколько дней. Берем секатор или ножницы, неважно что, и подрезаем вот так вот, оставляя небольшой пенечек. А пенечек оставляем для того, чтобы вот этот хвостик быстренько подсох, и чтобы в само растение не проникла никакая инфекция. И, конечно, вот эти все обрезки лучше делать с утра, потому что к растению к вечеру уже полностью восстановится. Дальше вот еще хочу на что обратить ваше внимание. Очень многие томаты даже уже в рассаде начинают давать пасынки. Ну, а на грядке тем более. Поэтому, конечно, тоже начинаем уже проверять. Пасынки лишние, это на хлебнике, они нам абсолютно не нужны. Не надо допускать, чтобы они вырастали более чем 10 сантиметров в высоту, иначе они отнимут очень много питания у самого куста. И вот сейчас тоже обязательно я все это проверю. Единственное, вот хочу предупредить, это не касается низкорослых детерминатных томатов. У них, смотрите, на упаковке там написано, нуждается ли в пасынковании, формировании или не нуждается. Если не нуждается, то их не трогаем. А вот высокорослые, среднерослые обязательно пасынкуем. Вот, например, смотрите, это у меня высокорослый томат Кишмиш. И смотрите, снизу уже вот сколько пошло везде пасынков. Конечно, они нам не нужны, и мы будем их удалять. Просто обычно вот беру вот так вот рукой, выщипываю, оставляю также маленький пенек. Опять же, по той причине, как вот я сейчас удаляла лиси, для того, чтобы быстрее подсохло. И, во-первых, вот этот вот пенечек будет препятствовать росту новых пасынков. Они вновь появятся нескоро. Иногда советуют, что вот когда вы выщипываете пасынки, обрезаете листья, после каждой обрезки инструмент обязательно обрабатывайте. Там, кунайте его в спирт или вот протирайте какими-то там антисептиками. Ну, не знаю, никогда так не делаю. Вот просто беру рукой, выщипываю или подрезаю листья ножничками. И никогда никаких проблем не бывает. Так что вот и вам советую, не заморачивайтесь. Еще вот такой вот интересный вопрос. Надо ли удалять махровые цветки у томатов? Вот смотрите, вот он как выглядит. Вот такой, конечно, красавец. Но это получается здесь два сросшихся вместе бутона. Мнения существуют разные. Кто говорит, что надо удалять, кто говорит, что не надо удалять. Смотрите, вот опять, как вам хочется. Я, конечно, удаляю, потому что все-таки он отнимает питание, вот у развития, вот в основной такой вот этой кисти. Поэтому вот так вот без жалости беру и убираю его. Ну, а вы уже смотрите, как вам надо это или нет. Часто, кстати, махровые цветки появляются именно на крупноплодных томатах. Поэтому, хоть и пишут иногда, что это какое-то заболевание, но практически никогда это не подтверждается. А просто вот, а бывают вот и особенности сорта. Кстати, хочу вот вам сказать, если вы планируете формировать ваши томаты в два ствола, например, то будьте внимательны, не все пасынки мы удаляем. Вот смотрите, например, вот на томате появилась первая цветочная кисть. Вот под ней вот здесь вылезает пасынок. Вот этот пасынок мы не удаляем. Мы его оставляем, и он у нас пойдет вот потом расти, как второй ствол. Считается, что это вот один из самых таких сильных и урожайных пасынков. Если в три ствола вы будете формировать свой томат, то еще один пасынок, который будет у нас потом еще третьим стволиком, мы оставим над этой первой цветочной кистью. То есть запомнили, один пасынок под первой цветочной кистью, один пасынок над. Вот они неприкосновенно, но это при формировании в два или три ствола. Опять же, если у вас очень густые посадки, ну, бывает, вот хочется побольше всего вырастить, а место не позволяет, тогда лучше, конечно, формировать томаты в один ствол. Это позволит растениям хорошо проветриваться, и будет у нас даже, кстати, урожай покрупнее, когда все-таки все растения будут себе свои силы отдавать на формирование плодов как раз вот именно на одном стволе. Как вот сейчас после высадки поливать томаты? Вот, друзья, мой вам совет, не спешите с поливами. По мере подсыхания грунта чаще не надо поливать, потому что все-таки еще у нас не такая большая корневая система, и при частых поливах просто-напросто могут появиться корневые гнили. Да и вообще, вот иногда спрашивают, какая схема поливов, какие объемы воды надо ли выливать под каждое растение. Не существует никаких схем, потому что, смотрите, грунт у всех разный, температура у всех разная, условия у всех разные, размеры томатов, в конце концов, разные, потому что под низкорослые надо, допустим, столько-то воды, а под высокорослые, соответственно, побольше. Поэтому опять вот смотрим все на ситуацию. Также касается и температуры воды. Опять же, есть, да, там, сколько-то четко, вот как вот пишут, 20-22 градуса, но где вы пойдете будете мерить, искать градусники, что ли, мерить эту воду? Ну, смотрим приблизительно вот по своим телесным ощущениям, так сказать. Ну, хотя бы, конечно, но не менее 16 градусов вода должна быть, потому что более прохладная вода, это так же, как и более прохладный грунт для томатов, это губителен. И вот диапазон от 16 до максимум 30 градусов, ну, это вот самая оптимальная вода для полива томатов. Что касается подкормок, надо ли сейчас подкармливать высаженные томаты? Ну, вообще всегда, вот после пикировки, после любой пересадки, первые две недели растения мы никогда не подкармливаем. Надо дать время корневой системе восстановиться. Ну, вот мало ли произошло так, что-то не нравится нам, как-то или поникли томаты после перенесенного стресса, или как-то листочки посветлели, появились какие-то на них признаки хлороза, или неважно там чего, можно провести подкормку. Но только по листу, методам опрыскивания. Не надо поливать подкорень, дайте корневой системе привыкнуть к новому месту положения, пускай научится сама добывать себе питание. А вот вне корневая подкормка, это и такая быстрая помощь, и через листья растение как раз получит прекрасное дополнительное питание. Ну и, конечно, не забываем следить за здоровьем наших растишек, проводим профилактические мероприятия, в первую очередь, конечно, для защиты от грибковых болезней. Ну, как я уже рассказывала, это у меня фитоспорин. Вот первый раз я накануне, когда готовила лунки, я пролила грунт фитоспорином, добавляла 15 миллилитров маточного раствора на 10 литров воды. Теперь вот при поливе, ну, примерно через 2 недели я это делаю, когда буду поливать томаты, вот я опять добавлю фитоспорин по такому же расчету, вот 15 миллилитров на 10 литровое ведро воды. Через 2 недели. Далее опять через 2 недели. Вот так вот первую половину лета я буду пользоваться именно только фитоспорином. Если вы пользуетесь какими-либо химическими препаратами, не забывайте также проводить вот эту профилактику. Ну, обычно в инструкциях там все четко написано, когда что делать. Друзья, хочу еще на такой вопрос ответить. Видно, ну, некоторые новые подписчики, которые не так давно меня смотрят, спрашивают, зачем у меня везде натянут укровной материал. Ну, вот повторюсь еще раз. Под коньком укровной материал у меня натянут. Здесь он будет находиться все лето. Это дополнительная защита от конденсата. На боковых стенках натянут укровной материал. В первую очередь это надо было от солнца. То есть первые дни притеняем рассаду для того, чтобы вот именно солнечные лучи, ну, просто-напросто ее не иссушили. Хотела уже убирать, потому что, в принципе, уже растения адаптировались. Но вот нам вот в ближайшие, буквально там через 2-3 дня обещают такие довольно-таки приятные, но неприятные заморозки. И вот я решила пока оставить. Потому что, смотрите, здесь получается вот такая, как бы, за материалом такая воздушная подушка. Это будет тоже дополнительная защита вот от холодного воздуха. Ну, и, конечно, еще вот поставили уже обогреватель. Поэтому вот еще раз очень вас прошу. Есть возможности высаживать рассаду. Опять же, чтобы грунт прогрелся до температуры хотя бы плюс 14 градусов. Нет возможности подогреть дополнительно. Лучше не спешите. Ну, просто, опять же, как всегда, но жалко будет наш с вами труд и наше растение. Спасибо большое за внимание. До новых встреч и всем пока. Продолжение следует...